Привет друзья, с вами канал MadScience. Сегодня мы вам покажем 10 лайфхаков и главное новых со спичками. Поехали! Первый лайфхак заключается в том, что на спичку наносится некоторое количество термоклея. И таким образом вы делаете походную спичку, благодаря которой при ее поджигании вы сможете что-либо подклеить, если у вас появится такая необходимость. А если в спичечный коробок положить один кусочек сахара рафинада, то ваши спички не отсыреют и будут в походе нормально поджигаться. Многим, наверное, знакомы вот такие баночки для анализов. Они продаются в любой аптеке и стоят очень дешево. Так вот, благодаря такой баночке вы сможете хранить в ней спички и отрезок черкаша и быть уверенным, что спички не намокнут в походе. Люди тратят миллионы и рискуют жизнью, чтобы побывать в космосе. Но теперь любой обладатель ПК может насладиться космическими просторами и свободой полета. В шутере Star Conflict открытый мир, свобода действий, отличная графика и полное погружение. Чувствуешь, как будто реально управляешь звездолетом. Игра бесплатная и быстро качается. Ссылка под видео. Регайся и получи собственный космический корабль в подарок. А если на спичке сделать ножиком вот такие насечки, то спичка будет гореть в несколько раз лучше обычной. Такую спичку даже сложнее затушить. Напишите, кстати, кто знал про этот лайфхак и кто им пользовался. Мало кто, наверное, знал, что спичка может стать отличным компасом в луже воды. Ведь сгоревшая головка спички начинает магнититься и прилипать к обычному магниту. Принцип очень простой и основан на намагниченной стрелке компаса. Если у вас есть стальная вата и крона или батарейка, то вот таким нехитрым способом, обернув серу стальной ватой, можно зажечь спичку. Метод реально прикольный и таким способом можно даже удивить друзей. Если у вас есть точилка для карандашей, то благодаря ей вы можете заточить спички и сделать из них зубочистки или шпажки, которые удобно будут храниться у вас в коробке. Если у вас есть бумажный двухсторонний скотч, то обернув несколько спичек им, как на видео, можно сделать на скорую руку одну большую спичку для розжига костра. Такую спичку будет труднее затушить и горит она в разы лучше, чем одна. К примеру, таким методом я разжигаю свой костер на даче. Ну а если у вас всего одна спичка в запасе и вам нужно, чтобы она догорела до самого конца, то взяв обыкновенный винный корок и слегка ее в него воткнув, можно поджечь спичку и не бояться обжечь пальцы. При этом спичка догорит полностью, способ хоть и простой, но в каких-то моментах, думаю, станет кому-то полезным. Вот такие лайфхаки у нас с вами сегодня были. Кому не жалко, поставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал, кто не подписан. Всем пока!